Остановил машину, забрал ключи и тем самым спас несколько жизней. В социальной группе ДТП-38 опубликовано видео, где один из жителей Иркутска забирает ключи от замка зажигания у пьяного водителя. Случай произошел на трассе М-53 в Ангарском районе. Как рассказывает автор видео, ему пришлось остановить автомобиль «Волга». Вот что он пишет, цитата. «Ехал за ним полтора километра. Встречка объезжала его по обочине. Мои нервы не выдержали. Остановил его, забрал ключи от машины. Люди, кто-то, может быть, его знает? Отзовитесь, верну ключи». Большинство пользователей социальной сети считает, что автор видео поступил абсолютно правильно и тем самым, возможно, спас не одну жизнь. Проезд в общественном транспорте Ангарска снова станет дешевле. Напомню, в сентябре прошлого года в службу по тарифам Иркутской области обратились с заявлением 10 перевозчиков из города нефтехимиков. Они просили поднять стоимость проезда и провоза багажа с 16 до 17 рублей. Однако прокурорская проверка показала, что один из перевозчиков предоставил подложные документы. По факту предоставления заведомо ложных документов возбуждено уголовное дело. Служба по тарифам отменила свой приказ. С 1 июня ангарчане смогут снова платить за проезд 16 рублей. А жители поселка Молодежный, возможно, перестанут травить. Две недели назад в нашу редакцию обратились обеспокоенные люди. Они сообщили, что на месте разрушенной лаборатории Иркутского государственного аграрного университета лежат сотни литров и килограммов ядохимикатов и пестицидов. Жители опасаются, что они могут стать причиной массового отравления. Едкий запах распространяется на жилые районы и местный детский сад. Благодаря обращениям граждан и сюжету в нашей программе Западно-Байкальская межрайонная прокуратура проверила проверку факта нарушений, подтвердились. Прокуратура постановила, чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды и угрозу здоровью жителей поселка Молодежный, университет обязан обеспечить правильное хранение ядохимикатов и наказать виновных в халатности. Усть-Кут становится чище благодаря судебным приставам. Через суд они обязали одно из деревообрабатывающих предприятий очистить земельный участок от отходов или сопеления, а также ликвидировать задымленность на данной территории. Нарушения были устранены в срок. Депутаты Государственной Думы хотят вернуть звание «Мать-героиня». С такой просьбой они обратились к президенту Владимиру Путину. Об этом пишет газета «Известия». По мнению парламентариев, возвращение почетного звания подчеркнет признание государством особой роли матери в российском обществе и станет дополнительным фактором стимулирования семьи. Планируется, что матерями-героинями смогут называться женщины, которые воспитывают 10 и более детей. Еще об одной из инициатив депутатов Госдумы они предлагают чаще проверять психику полицейских. Сейчас обследование проходит раз в год. Однако этого недостаточно уверены парламентарии. По их мнению, проверять психическое здоровье стражей порядка необходимо перед каждым заступлением на службу. Поводом для этого послужила трагедия, которая произошла недавно в подмосковных Люберцах. Там был задержан старший лейтенант полиции. Под данным следствия, он убил супружескую пару, а также их 7-летнего ребенка, с которыми у него был затяжной конфликт. Все произошло после очередной ссоры с соседями. Глава семейства отключил в комнате полицейского электричества. Если вы хотите стать нашим мобильным корреспондентом, присылайте свое видео на электронную почту, и адрес видите сейчас на своих экранах. Или звоните нам по телефону 33 13 28. Мы увидимся с вами менее чем через час.